При помощи специального оборудования рабочие выпиливают в новом асфальте три пробы длиной порядка 20 сантиметров. Здесь отчетливо видно каждый слой и специалисты уже по внешнему виду могут сделать выводы. Асфальт и бетон старый, нижний слой и верхний слой везде имеют идеальное сопряжение. То есть перед тем, как укладывается очередной слой, идет обязательно проливка. И поэтому сцепление обеспечено и понятно, что такой асфальт и бетон будет служить очень долго. Чтобы более тщательно проверить качество нового асфальта, образцы отправят в лабораторию. Всего на площади возьмут 18 проб, чтобы проверить покрытие на всей территории. Их проверяют на определение физико-механических свойств, уплотнение водонасыщения, показатели прочности при различных температурах. Отправляются они в лабораторию МБУ дорожного хозяйства. По результатам эти акты будут исследованы, в том числе прокуратурой, и установлены качества выполненных работ в целях рассмотрения вопроса о внесении актов, в том числе прокурорского реагирования. Пробы вырезают в места, где потом будет нанесена разметка. Таким образом, следы кернения не будет видно. На каждом этапе ремонта работы контролируют представители прокуратуры, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и общественники. Тщательно следят не только за качеством, но и за сроками. Сейчас прошли по скверам, практически все деревья прижились, но еще посмотрим, что будет весной, потому что листва уже опадают, и трудно понять, будут они живые, не будут живые. Травка практически везде взошла. Ну, в общем-то, идут по плану. У нас же срок 1 ноября. Вот спрошло в департаменте, они говорят, мы укладываемся. Насколько качественно подрядчик выполнил свою работу, станет известно через несколько дней, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.